собираем сумку в роддом я на 36 неделе беременности уже пора так чего начнем ну пожалуй начнем с того что мы с собой возьмем именно в родильное отделение да я руководствуюсь списком у меня есть такой небольшой списочек я ездила специально в роддом брала вот в родильное отделение мне надо два пакетика это для верхней одежды в черный я положу обувь белая положу свою верхнюю одежду потому что там нужно будет переодеваться сказали взять большую футболку вместо футболки я купила себе вот такую вот пижамку длинненькую на лямочках которые я буду рожать как она там все будет и я конечно не знаю роды у меня первые вот но не боюсь скажем так вот сказали взять с собой влажную туалетную бумагу вот детская мыло я купила вот такое не ставим магазине в чистом доме мне сказали что она хорошая так это моя идет на всякий случай я беру с собой упаковку влажных салфеток вот накладки на унитаз одноразовые я так понимаю вы знаете что это такое разворачивать наверное не надо но проверну покажу ой она у меня немножко деформировалась я думаю что пойдет она уже открылась я взяла их с собой на всякий случай три штуки кто знает опять таки как она там у меня будет все это я складывал пакетики да еще нельзя сумки надо шершавые целлофановые пакеты плюшек мешаешь мне солнце моё так ну естественно трусики мы с собой берем носочки мы с собой берем здесь я положила две штуки прокладки и две штучки памперсов для ребеночка в этот пакетик так дальше надо обязательно вот такие вот сказали резиновые шлюпки потому что могут меня душ отправить ну не знаю как там у нас все будет я купила специально а потом можно будет летом куда-то а будь может с собой беру еще пеленки я вообще купила упаковками ну вот в родильное отделение с собой беру две штуки если мне будет друг мало то кто нибудь не их довезет муж например успели плюс мне посоветовали с собой взять в родильное отделение зубную щетку зубной пастой потому что горит неизвестно сколько ты там пробудешь какие что я там захочу делать неизвестно вот я купила такой чехочек для зубной щеточки все это тоже с собой грудном и соответственно мы берем с собой туда вещи для ребеночка я не знаю что то мне пригодится потому что рожать мне в ноябре какая у нас погода будет тоже неизвестно как там в роддоме будут ли топить или еще не будут тоже не знаю в общем я взяла носочки с разной теплоты вот махровые носочки то есть вязаные шерстяные носочки махровые носочки и вот такие немножечко полегче носочки все не такие крохотные такие крохотулечки так что его там оденут уже разберутся потому что я честно мама не опытная без понятия вот это царапочки я взяла тоже две пары на всякий случай не пригодится в роддоме все равно потом пригодится вот взяла шапочки ну у меня в списке было написано три теплых три легких я беру получается вот это тепленькие такие шапочки вот она тоже видно вот потом мне посоветовали взять шапочки без завязочек я тоже беру две штучки вот и легенькие и вот такие легенькие шапочки я беру тоже там что оденут на мою лялечку я не знаю что то выберут у нас наши потом акушерки будут одевать вот такие ползуночки я беру тоже они такие утепленные внутри ползуночки думаю то тело такое у меня есть еще с собой то что я просто в роддом положила легенькие сейчас я их найду мы наверное их положим с собой все таки вот такие полегче вот такие вот да и к нему у меня есть это как костюмчик идет получается но я думаю что вот это с собой лишнее потому что там надо будет распашон очки распашон очки я тоже беру разные разные теплоты разного качества легенькие три штучки вот тепленьких у меня получается и три штучки вот такие а я почему 2 а я наверно вот сюда в роддом и тех 2 и тех беда вот сюда положила то вот такие вот совсем совсем тоненькие распашон очки вот это я с собой беру все отдельное отделение потому что там я не знаю что меня ждет что мне надо такой пакетик у меня получился это все что я беру с собой в родильное отделение до при поступлении еще же обязательно надо с собой иметь обменную карту у меня все это лежит вот в такой вот папочки в карте все мои документы но и оригиналы надо с собой иметь плюс соответственно паспорт вот если вдруг у меня начнутся роды то первое что у меня есть я готова вот сейчас будем покажу вам вторую сумку вторую сумку у нас пол дома да очень много всего вот теперь я беру вот такой огромнейший пакет вот я надеюсь что в него все влезет как-то компактно все сложим начнем пеленки наверное такое все вниз да у меня в списке комплект постельного белья надо с собой только там было написано два штуки но я беру с собой один если мне уж одного не хватит то конечно муж мне привезет другой ну сейчас в роддоме лежат как я знаю три дня я думаю больше нам не надо на три дня мне его хватит чтобы все это компактно сложить так пеленки я купила вот такие вот получается размер 60 на 90 я их уже открыла две штучки я вам показывала что я положила с собой в родильное отделение эти пеленки я уже упаковку беру с собой аккуратненько мы все было компактно еще на всякий случай я взяла вот такие пеленки 40 на 60 тоже мне сказали что очень пригодятся для ребеночка то где-то подстелить где-то что-то где-то вот показать вот это я беру тоже с собой упаковку так вот такие вот прокладки после родовые впитывающие я их тоже уже открыла две штуки я взяла с собой в родильное отделение ну смысле где я буду рожать вот и взяла упаковку вот таких ночных хотела взять конечно другие но на тот момент магазине не было ну какая разница дома приеду куплю себе еще одну взяла упаковку туалетные бумаги влажные с собой беру взяла влажные салфетки памперс для малыша вот такие памперсы купила единичку тоже я их уже открыла две штучки я положила с собой не получается да мне сказали вот такие спонжики взять большие не знаю для чего но пусть будут не пригодятся я думаю дома пригодятся это что-то вытереть до купила вот такие вот их еще не открывала не смотрела это прокладочки тоже в магазине посоветовали сказали очень хорошие я не пробовала не знаю могу если хотите потом снять вам видео действительно ли они хорошие мама я не опытная что мне там нужно будет я не знаю будем учиться что делать и что у меня все получится так дальше дальше мы берем с собой тапочки тапочки уже в рот кто ну вот палату сказали тоже нужны прорезиненные вот тоже я ходила специально искала нашла они мягенькие но на резиновой подошве это мы тоже берем с собой так дальше с собой я беру два полотенца одно беру большое все у меня уже настиранное наглаженная прям проглаженная со всех сторон и детские вещи соответственно я тоже настирала прогладила со всех сторон второе полотенечко я беру чуточку поменьше вот так на всякий случай я беру с собой две вот такие вот салфеточки ну это для лялечки вдруг где-то что-то срыгнет где-то подтереть это что-то когда вверх я еще не умею не кормить ничего будем учиться ничего страшного все через это походят и мы научимся так сказали что нужно пеленки 3 легеньких я купила одинаковые вот такие вот у меня симпатичные совушки вот только разных цветов голубенькая зелененькая и вот такая вот покажу вам типа прямомая что-ли в общем мне понравились такие прикольные вот опять таки на вкус и цвет и три теплые пеленки как они называются сейчас я уже не помню это слово у меня все время из головы вылетает ну в общем вот такие они теплые пеленки мягенькие тоже я их нагладила на стирала прогладила со всех сторон еще мне посоветовали взять с собой рулон полотенец бумажных берем кружку с ложкой я с собой беру да еще я забыла вам сказать что в родильное отделение надо с собой когда вы будете рожать воды взять обязательно я просто еще не положила поэтому как-то этот момент немножечко я упустила вот ну с собой соответственно я беру еще носочки на сменочку трусики я с собой беру тоже сказали что такие вот широкие брать чтобы было удобно никакие не бикини не стримки ничего как бы вот еще я купила два вот таких вот кливчика это для кормящих то есть получается вот здесь она у меня так снимается я уже мерила мне как раз так убрать и также надевается я взяла один черный один взяла бежевый я думаю два штуки мне на весь период хватит вот два вот таких вот кливчика для себя купила обычные хобби без всяких чтоб нигде ничего не давила не косточек нету ничего в общем они мягкие такие приятные к телу качество вообще отлично я не знаю что это за фирму не помню я уже веточки все поснимала но как бы хороший так еще я с собой беру туда пижаму тоже надо было ночнушку но сестра мне посоветовала говорит неудобно тебе будет ночнушки я купила вот такие вот вот такую пижамку шортиками но если что у меня есть еще я хочу положить тепленькую штанишками и и вот такая вот она тоже идет с маечкой то есть кормить будет удобно на вот тут да хоть и не для кормящих конечно нигде не отстегивается но воно везде можно где-то приподнять я же еще наверное уливчики в этом буду не знаю вот в общем вот такую пижамку я с собой беру соответственно я халат с собой беру но халат я с собой беру теплый потому что я же говорю рожать не внутри я мертвлячка как оно что в общем вот такой вот тепленький халат с собой беру я его не буду доставать он длинный теплый я не заметна так теперь нам надо взять с собой предметы личной региены тут у меня получился целый пакет это я специально купила шампунь и бальзамчик вот такой дорожный тоже в чистом доме продается у нас вот я в других магазинах не видела только в чистом доме нашла дезодорант я с собой беру мусорные пакеты сказали взять потому что за мусором это будем следить сами мусора у нас ну соответственно расческой резинки беру на всякий случай 2 вдруг потеряется кто его знает я такая дама будет потерять потом одноразовый станочек тоже посоветовали не знаю но я надеюсь что я поеду подготовленная вот беру с собой обычное мыло купила мы специально положила детское жидкое мыло я туда положила здесь у меня тоже детское мыло но обычное без всяких запахов без ничего как бы кусочек положу мало ли тут пригодится беру с собой ватные палочки вот такие для ребеночка и вот такие вот от нуля тут они получается как дозатор а с ограничителем на коробочке прям написано ограничителем то есть чтобы не сцепить не повредить ушко ребеночку вот упаковочкой с собой беру не знаю что но пусть будут пупочкам обработки беру с собой на всякий случай вот такой вот детский крем потому что я не знаю какое раздражение еще говорят таким кремом очень хорошо мазать сосочки потому что грудь будет привыкать к кормлению и она смягчает чтобы не было ни трещин от ничего но там еще есть крем который именно для соскоп ну пока не уставу брать в ротом не буду если кто-то мне муж его привезет сразу я купила сюда крем тоже не кума посоветовала сказала что очень хороший это отопрелости под памперс вот надеюсь что у нас тут будет тоже замечательно хотя мне советовали я уже купила правда памперсы а мне посоветовали потом попозже хайбис и сказали что хайбиса лучше чем памперсы не знаю здесь надо я так понимаю сколько я лишь экспериментировать проверять по ребеночку как оно что будет потому что если брать по цене вот еще я с собой беру муж мой заказал на алиэкспресс градусники в роддом я беру вот такого традиционный градусник мы уже его проверили он рабочий все хорошо я уже его доставать не буду как но у роддом надо беру на всякий случай с тобой перекись водорода и зеленку это я тоже уже завязала в пакете даже обрисовывается молодой чтобы мне ничего не запачкать вот но еще надо единственно все-таки календуру что надо календула вещей детских набрала с собой я не знаю что мне там надо будет что не надо будет в общем целую целую я не знаю надо вам это все показывать или нет в общем я набрала разные вот эти вот такие вот крохотные взяла будем там играться переодеваться пупсика моего вот такое все махонько такое у меня пальца больше чем эти ручки вот распашонка конечно у нас немножечко побольше чемпион прыжка с прыжками с дивана вот такое все нежное такое все что помялось я гладила конечно все это ну в пакете уже залежалась немножко но ничего страшного главное что оно все стерильненькое все чистенькое так все складываем в общем тоже набрала всего-всего шапочка а это у меня целый костюмчик тоже бодик это кстати теплый бодик вот такой вот он вообще удобный удобный положил ребеночка в ручки только просунул и все и со всех сторон его застегну потому что я очень боюсь я не знаю как одевать детей это меня немножечко честно пугает ну я думаю что я справлюсь вот человечков я тут набрала тоже все вот ползуночков в общем вот это все что я с собой беру именно уже в палату после родов вот но когда я начну рожать это все мне привезет мой муж потому что я наверное с собой это сразу не утяну он не работает я дома вот ну а третья сумка у меня будет то что на выписку тоже я уже все почти все подготовила так ну и третий пакетик мы которые берем с собой на выписку я положу с собой свою косметичку ну чтобы я была красивая хоть глазки подкрасить платьюшко с собой беру колготочки себе купила вот ну это в чем буду где-то я вот соответственно в чем мы будем забирать нашу кроху я купила вот такой вот костюмчик я не знаю какая будет погодка будет если прохладненько то мы оденем вот этот костюмчик а под него вот такой вот человечек симпатичную так вот крохотный он тоже такой тепленький вот и крестная мне подарила вот такой вот классный набор в этом наборе у нас идет получается распашоночка такая вот мягенькая такая вот приятненькая крохотная но тут нету ни царапочек к сожалению ничего только вот распашоночка вот такой вот классный человечек вот и теплая шапочка она и ж говорю если будет холодно то мы оденем его конечно вот в это теплого человечка он тут у меня сразу с царапочками идет и я так понимаю мы наверное его все таки вот в этого человечка и оденем вот и вот такой вот велюровый костюмчик но шапочку все таки вот у тепленькую оденем у меня вот такой вот замечательный конвертик он вот так вот заворачивается вот такой красивый получается вот здесь у нас шапочка головушка вот и сверху вот такой вот крутой бант вот так вот мы заберем нашу лялю все но это уже последняя сумка которую мне муж уже потом привезет на выписку не надо чтоб она там в роддоме у меня валялась появилась она будет дома подготовленная когда меня будут выписывать муж приедет меня забирать и мы все это дело привезет в общем вот такой вот симпатичная он мягенький приятненький тоже его постирала соответственно все в детском порошке с детским ополаскивателем пахнет приятно ну в общем то и все рожать мы готовы относительно конечно надеюсь что у меня все будет хорошо как говорят главное не бояться вот так всем пока спасибо спасибо